Музыка Фактически все представители партии регионов и коммунистической партии Украины в Одессе и в Одесской области должны пройти иллюстрацию и покинуть занимаемые должности. Особенно те люди, которые в этих креслах сидят с 2010 года, со времен прихода к власти в Украине, команды, вернее семьи Януковича, потому что это люди с криминальным мышлением, люди, которые работали на криминальные преступные схемы и получали от этого в том числе дивиденды. В этом уверены представители Одесского иллюстрационного комитета. Так, перед выходными заявили они в средствах массовой информации, назвали ряд фамилий, среди них народные депутаты, пока еще действующие, бывшие губернаторы, председатели областных советов, я напомню, от Одесского региона. Конечно же, таких людей очень много и по всей Украине. Возьмите только один так называемый оппозиционный блок. Из тех людей, которые попали в список, как они надеются, в проходную часть, 15 человек голосовали за законы, диктаторские законы 16 января и даже не пытаются, пытаются сегодня оправдаться, а врут о том, что якобы они боролись с системой. Они работали на систему, я прошу вас об этом не забывать, это мой гражданский долг напомнить вам об этом. Но есть и примеры иллюстрационные. 39 человек, высших руководителей Украины, покинули свои посты по решению Кабинета Министров в связи с выполнением и вступлением в силу закона об очищении власти, закона иллюстрации, так его называют в народе. Но я обращаюсь к кандидату народной депутаты Украины по Киевскому району от Народного фронта Александру Остапенко с вопросом. Александр Анатольевич, по вашему мнению, почему среди этих 39 высокопосадов все-таки фигурируют люди, которые в ранге министра, тем не менее, занимают должности глав определенных комитетов, водные ресурсы, еще какие-то, ну и дальше уже ранги пошли ниже. В лучшем случае, первые замминистра или просто заместители глав профильных ведомств. На ваш взгляд, это действительно иллюстрация уже стартовала и вы, откровенно скажите мне, и как кандидат в народный депутат, и как гражданин, как офицер, вы вообще возлагаете хоть какие-то надежды на этот закон иллюстрации? Что он будет выполнен на 30-40%? Больше не могу дать. Здравствуйте, дорогие телезидители, одесситы. Ну, первое. Примечательно, что Кабинет министров начал иллюстрацию все-таки с себя. Это свидетельствует, знаете, о такой воле. То, чего не хватало раньше. Да, то, чего не хватало раньше. Знаете, там не с какого-то там отдаленного района начать иллюстрацию, и не с каких-то там, ну совсем уж маленьких чиновников, а просто с себя. Почему нет министров? Ну, это легко объяснить. Почему? Потому что большинство министров режима Януковича сбежало вместе с Януковичем. И эти министры были назначены в результате перехода к Конституции 2004 года и формирования нового Кабинета министров. И все руководящие должности в этом новом Кабинете министров заняли те люди, в основном, которые стояли на Майдане. И по большей части это, конечно, министров не коснулось. Но мы же все понимаем абсолютно четко, что все руководители территориальных органов центральной власти, все руководители различных подразделений Кабинета министров центральной власти на уровне министерств, они не поменялись. И до сих пор работают те же коррупционные схемы. Мало того, многих чиновников, даже новых, это все устраивало. Почему? Потому что я точно знаю, что когда мы занимались представителями территориальных органов, которые замечены были в коррупции, здесь у нас на местах никого невозможно было снять. Потому что в какой центральный орган не приходишь, везде там, да у нас то, да у нас начальника нет, да у нас это самое, да потом, да и все такое. То есть вот это все наработанное, оно не давало шансов сломать ситуацию, сломать систему и прекратить коррупцию. Наш закон об очищении власти, он не совсем такой, как европейский. Он больше роднится с законами и антикоррупционными, как таковыми. Почему? Потому что там избавлялись от социалистических, коммунистических, так сказать, руководителей и представителей Комитета государственной безопасности. А у нас все больше коррупция. Почему? Потому что вот за 23 года советской власти, в смысле украинской, я прошу прощения, это по Фрейду, власти просто невозможно было страну сдвинуть. Почему? Потому что настолько было наработано все вот эти коррупционные схемы, и какая власть не приходила, эти люди были не нужны. Я очень рассчитываю, я просто очень рассчитываю, что этот закон о коррупции, этот закон об очищении власти будет исполнен. Мало того, мы буквально там позавчера вышли с инициативой и призвали всех одесских чиновников, у кого есть достоинство и честь, кто попадает под закон иллюстрации. Не ждать, когда министерство юстиции там огласит вашу фамилию. Напишите заявление, уйдите достойно. Достойно. Почему? Потому что те люди, которые способствовали установлению режима Януковича и грабежу страны, а у нас за 4 года вывезли там, некоторые говорят 2, некоторые говорят 3 государственных бюджета, откуда эта страна будет богатая и процветающая. Те, кто никак не отреагировали, когда наших украинских людей убивали. А это тоже должна быть позиция и воля. Так вот, эти люди должны написать заявление и уйти. Есть еще один вариант. Многие сейчас уже аналитики начали писать, что этот вариант будет поставлен на поток. Я очень рассчитываю, что и министерство МВД, в том числе и министерство обороны, и другие силовые органы это просто пресекут на корню. Можно пойти добровольцам в зону АТО. Добровольцы с зоной АТО освобождаются от действия закона иллюстрации. Александр Анатольевич, вы публично всегда выступаете и очень часто говорите и говорили о том, что закон иллюстрации вы готовы сами соблюдать понятно и контролировать его процесс. Я к чему задаю такой вопрос? Потому что меня лично всегда волнует в связи с вступлением в силу закона иллюстрации, а судьи кто? Вопрос классический, тем не менее, кто же будет судить? Имеют ли моральное право те люди, которые придут, в том числе иллюстрационный комитет, там 9 человек вот этих будет, как говорит Соболев, и они станут вершителями судеб многих людей? Может и наших с вами, я не знаю. Во-первых, закон иллюстрации не предусматривает никаких специальных органов иллюстрации. В законе иллюстрации заложена добровольная норма, когда чиновник должен сам. А контроль за этим чиновником возложен на тех, которые не сами, которые не нашли в себе ни силы, ни воли, ни достоинства, и не ушли из власти, понимая, что они должны были уйти. Так вот, контроль за этими людьми возлагается на Министерство юстиции и Общественный совет по иллюстрации, который создается при Министерстве юстиции. Я убежден, что в Общественный совет, вот этот Общественный совет, должны войти просто моральные авторитеты. Те люди, которые никогда не были при власти, даже в принципе, которые имеют непререкаемую репутацию прежде всего у граждан, которые, глядя в глаза любому чиновнику, могут сказать, я никогда не брал, я имею право себя спросить. Вот, это чрезвычайно важно. Другой аспект, знаете, вот законопрочечения, очищения власти, он же принимался во многих странах, в том числе европейских, и он действует очень короткий промежуток времени. Сегодня у нас в стране есть общественный такой запрос. Все понимают, что без очищения власти нашу страну с места сдвинуть будет невозможно, будет опять саботаж. Именно поэтому этот общественный запрос, это окно возможностей, надо использовать. Мы потом этот закон через 2-3 года можем изменить, можем отменить его вообще. Но мы обязательно должны убрать от власти всех людей, которые системно, там, десятилетиями грабили эту страну, и досконально знают не только закон, но и как его обойти. Александр Анатольевич, я, знаете, вот хочу таким образом сегодняшнюю нашу беседу построить, чтобы все, в том числе какие-то глобальные политические темы, мы обсуждали через призму вашего, киевского района, киевского округа. Ну, потому что это некий такой социальный средств в том числе. И следующий вопрос. Как вы считаете, все ли кандидаты в народные депутаты от разных политических партий, киевский район известен, киевский округ номер 133, он известен на всю страну, не только по этим выборам, а выборам в Верховную Раду 2012 года, все ли кандидаты, на ваш взгляд, как минимум морально достойны того, чтобы представлять избирателя в Верховной Раде? Или сегодня избиратель снова выбирает гречку, извините за банальность, но повторюсь, гречку, там, китайское постельное белье или что-то другое? Ну, знаете, если... Задаю вопрос, потому что, первое, вам очень сложно на округе. Не просто на округе, мало того, это 133 округ, киевский район города Одессы, это не исключение. У нас по каждому району города есть одиозные личности, которые как раз и составляли команду Януковича, которые как раз и системно грабили, и, знаете, вот там есть уникальные случаи, когда там вор Янукович убрал человека за коррупционные действия с должности, но, тем не менее, он сегодня, так сказать, выдвигается. И я не хотел бы просто говорить о персонале. Вот это моя позиция принципиальная. Я считаю, что кандидат не должен этого делать в отношении другого кандидата. Это неправильно. Но, по моему представлению, таких много и везде. У нас сегодня есть модный тренд быть патриотом. И под этот тренд пристраиваются многие. То есть у нас есть большая проблема между быть и казаться. Я вот сегодня буквально говорил людям, что то, что написано там на бордок, там сделал многое, сделаю большее, это правда. Это правда. Но это правда касается только одного человека. Ну просто одного человека. Вы там вообще ни при чем. Просто ни при чем. И правда сделает для себя еще большее. Понимаете, вот нельзя, попробовав тухлое яйцо, доедать его до конца, чтобы понять, что оно тухлое. Раз уже пробовали, два пробовали, ну сколько можно. И я абсолютно убежден, что те люди, которые не захотят никаких изменений, они просто не имеют морального права потом говорить, какая власть плохая. Вы достойны той власти, которую вы выбираете. Буквально вы должны, ну каждый из нас, гражданин, должен досыта наесться. Несправедливости, унижения, там, презрения к себе, да. И вот когда мы этого наедимся, тогда мы выберем других. А пока это всех устраивает, ну, значит. Я даже, может быть, так сейчас скажу, но для телезрителей будет довольно цинично. Пока это не коснется, не дай бог, каждой семьи, я говорю сейчас о тех событиях, которые на востоке страны проходят, тогда, когда оно заболит, когда ты поймешь, что твой родственник, твой ребенок, твой сын, брат, не дай бог, конечно же, но сложил голову за независимость страны реально, и ты потерял человека, наверное, тогда тоже что-то изменится. Кстати, я часто возвращаюсь к той программе прошлого года, когда было очень тяжело на Майдане, и многие сложили ручки, было и такое, вы не сдавались. Честь вам и хвала за это, но не комплимента. Сейчас, учитывая ту ситуацию, напряженную, не только, конечно, на вашем округе, вообще по стране в целом, вы готовы бороться до конца? Мы выходим просто на финишную прямую, и люди должны это слышать, что вы не сдадитесь, те, кто вам верит. Ну, это вообще не моя традиция, я не собираюсь не сдаваться, я уверен, что правда за нами, и с нами Бог, и будущее, и абсолютно убежден, что рано или поздно мы все сделаем абсолютно правильно в этой стране. Я уверен, что этот Верховный Совет этого созыва, он не будет уникально каким-то другим, чем отличаться, скажем, от предыдущего. Закон тот же, возможности те же у откровенных подлецов, и они этими возможностями воспользуются. Понимаете, вот человек моральный всегда проигрывает перед человеком неморальным, потому что у неморального всегда больше возможностей. Он себе позволяет делать то, что другой не может позволить. Но я не собираюсь складывать руки или прекращать борьбу. И это не зависит даже от того, буду я в Верховной Раде или не буду. Я буду делать то, что считаю нужным делать для страны, для города, для себя прежде всего и для своей семьи. Потому что мы когда-то уже здесь судьи говорили, я хочу, чтобы мои дети жили нормально. Вот просто нормально. В нормальном городе, где не боятся милицию, где ходят в суд и отстаивают свою правду, где можно зайти к чиновнику и потребовать исполнения своих прав. Я хочу в такой стране жить. Я все для этого сделаю. Это не зависит от мандата. Это можно делать любому человеку. И мы только вместе победим. Вне зависимости, есть у нас там представительский мандат или нет. Если мы готовы, не готовы мириться с несправедливостью, то есть если мы готовы с несправедливостью бороться, мы должны это делать. И это не зависит от того места и того кресла, в котором ты сидишь. Делай, что должно, и будь, что будет. — Сильная команда для сложных времен. Это главный слоган избирательной кампании Народного фронта. Знаю Тастапенко, знаю его лично я. И готов поверить, что я знаю, что человек сильный, человек из этой команды. Но есть ряд персонажей, которые, на мой взгляд, вызывают вопросы у людей. Почему вы, именно вы, выбрали Народный фронт? Может быть, и глупо, наверное, спрашивать. Тем не менее, все-таки какие аргументы были главными? Не только то, что вы прошли с этой командой, уже многие этапы борьбы, в том числе, многое выдержали. На сегодня что же для вас все-таки главное? — Есть простые вещи. Первое. Мне не стыдно нашу одесскую команду. Это все ребята, которые были со мной всегда и везде, и на Майдане. И, знаете, 19 февраля шины подвозили на Киевский Майдан. И были со мной там. И я уверен в них. Это первое. Второе. В наших списках я не нашел, я лично их все просмотрел, я не нашел ни одного коммуниста и ни одного регионала. То есть в любых других списках, вот возьмите там самые радикальные партии, а там не очень радикальные. И там, где по-новому совсем все. Там через строчку можно найти тех людей, которые в том числе и голосовали за законы 16 января. В том числе и голосовали в городских и областных советах, и в районных советах за призывы к этим законам. Те люди, которые сегодня кажутся патриотами, потому что тренд такой. А в списках Народного фронта таких нет. Я не могу расписаться, я должен честно сказать, я не могу расписаться за каждого, потому что правда я 225 человек не знаю. Вот просто каждого не знаю. Но тех, кого я знаю, это, знаете, командиров батальонов, которые отстаивают нашу суверенитет и реальную целостность. Это общественные дети, или такие, как Леонид Емец, который автор закона про иллюстрацию и автор многих законов противодействия коррупции. Это там Виктория Сюмар, да, очень приличные люди, морально приличные, да, Черновол Татьяна. Вот очень моральные люди. И я уверен, что даже те, кто, ну, имеют какие-то там поползновения, да, то есть они им не позволят. Потому что они настолько моральные авторитеты, что они не позволят. И именно поэтому это определило мой выбор. Да, я уверен, что те люди, которые способны в трудный момент взять ответственность на себя за страну, за экономику, за проведение очень тяжелых законов и болезненных законов, да, таких как закон про очищение власти, закон по борьбе с коррупцией, законы, которые бы столкнули нашу экономику с вот этой мертвой застойной зоной. Вот. Те люди способны и могут составить эту сильную команду, о которой говорят. Но при этом я абсолютно убежден, что, знаете, вот сверху это сделать невозможно. Просто невозможно. Вот. И снизу людям пробиться невозможно. Вот только общим фронтом. Только весь народ, да, народным фронтом можно системно поменять нашу страну. Коренным образом. Просто она не терпит уже модернизации. Страну надо вообще поменять. Всю систему власти, все отношения власти и людей надо изменить. Вообще систему взаимоотношений в обществе надо поменять. Потому что вот то просто цинизм и равнодушие, они должны уйти вообще из отношений между общественными организациями, политическими партиями, системой власти, государственными органами, судами. Вот презрение к человеку должно быть просто уничтожено, изничтожено изначально. Вот. И именно поэтому я в этой команде. Я верю в то, что там есть люди, которые способны эти изменения сделать для нашей страны. Вот перехватили фактически мой следующий вопрос. Я о кадровом резерве. Есть ли кадровая резерв у Народного фронта? Потому что вы все равно придете в законодательную власть, ваша команда. И я понимаю, что и Арсений Яценюк вполне вероятно останется премьер-министром страны. Потому что время тяжелое. И, по крайней мере, я думаю, что сегодня он себя уже проявил. Я не делаю ему комплименты, констатирую по факту. Хотя вопросы, понятное дело, к кабинету министров возникает. Тем не менее, есть те люди, которые готовы возглавить те самые ведомства, о которых мы говорили в начале программы. Комитеты, министерства, государственные и областные администрации. Со временем будут местные выборы города и поселки нашей страны. Где он тот кадровый резерв? А почему только Народный фронт? Я, извините, по-одесски отвечу вопросом на вопрос. Да у нас талантливых людей, в любой вуз зайдите, ребята, глаза горят. Глаза горят. Они хотят изменений, они способны на них. Да, может быть, где-то они будут делать какие-то ошибки. Но еще раз возвращаюсь, лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. И я уверен, что Украина вообще богатая страна на таланты. Просто богатая. Таких людей много. Им надо дать возможность дышать. Надо дать возможность двигаться. Вы знаете, закон о высшем образовании приняли. Это наша команда, Лилия Гриневич. Уникальный закон. Уникальный закон. Я понимаю, что это даст возможность молодым преподавателям расти. Аспирантам, доцентам. Как-то пробиваться в этой жизни. Почему? Потому что то, что сейчас демонстрируется в высшей школе. Это знаете такое. Я начальник кафедры, я начальник кафедры навсегда. У нас каждый барон где-то там сидит все время. Я там ректор, я ректор навсегда. Потому что у меня связи, потому что я там влияю, потому что я подкупаю, потому что я могу как-то там консолидировать всех. От этого надо уходить. Надо уходить от персоналей и строить такую систему, которая бы не зависела от личностей. Которая бы работала всегда при любых личностях. Поправляла, направляла, указывала, советовала. Реагировала на общественное мнение, на социальные запросы. Люди возмущены, значит что-то не так. Как-то реакция, надо что-то менять. Я уверен, что если такая система будет построена, это не будет зависеть от уникальных личностей, без которых невозможно обойтись. Именно поэтому я много раз говорил, у нас не должно быть никаких персональных организаций, имени Ляшка или имени еще кого-то. Это вообще от этого надо уйти. Есть идеологическая позиция, есть принципы, есть ценности. На них стоим и все, кто их разделяет, вот они и команда. Поэтому тут не зависит от народного фронта. Будем брать людей разных и всех людей, которые способны и которые будут демонстрировать эту способность. Смотрите, вы правильно абсолютно говорите о персоналях. Ведь у нас сегодня в Украине не секрет, опять-таки я говорю об этих досрочных выборах, строятся выборы как? Как строится избирательная компания? Тоже хорошо знаете, вы уже назвали некоторые фамилии. Есть персонали с вилами, в камуфляже и так далее. Под него подогнали неких людей, которых никто не знает. И вот этот паровоз тянет их в Верховную Раду. Чем будут заниматься? Да ничем. Тоже понятно. У Народного фронта, при всем при том, что опять-таки к этой политической силе у меня есть определенные вопросы, в том числе, как у гражданина-журналиста. Вы пытаетесь донести, и это импонирует, донести до избирателя программу. Четкую программу с несколькими тезисами. Это не 10 листов бумаги, где ничего не понятно. Какие-то общие фразы, построим новое мышление, как говорил Горбачев и так далее. У вас есть конкретные пункты, вы о них говорите. Вы говорите о премьере, вы говорите о кадровых изменениях. Почему вы не пошли по другому пути? Вот набрали, у вас много известных людей в команде. Вы их набрали пятерку, десятку, а дальше всех потащили паровозом. Потом с программой, потом разберемся. От этого вообще надо уйти. Вот знаете, все недостатки нынешней избирательной кампании Верховный Совет, они лежат и скрыты в законе. Этот закон был написан в 2012 году под партию регионов. Вы почувствовали мою подложечку под вопросом. Да, ну просто он специально был так прописан, чтобы партия регионов получила большинство в Верховном Совете. И, к сожалению, этот закон невозможно было изменить в Верховном Совете, потому что его никто не хотел менять. Хотели сохранить эту систему коррупции для того, чтобы все те, кто сейчас где-то там не может работать в государственных структурах, в том числе и благодаря закону про очищение власти, попали в Верховный Совет. У них есть ресурс, большой ресурс краденых денег. И вот они этот ресурс сейчас вливают для того, чтобы спрятаться за депутатской корочкой. И именно поэтому я считаю, что наши люди должны, знаете, умом выбирать и сердцем. Умом и сердцем. Я вообще убежден, что сегодня надо изменить вообще подходы в назначениях, в любых назначениях. Первое, что должно быть, первые критерии назначения, это патриот Украины. Просто человек, который патриот Украины. Именно поэтому я говорю, что те люди, которые воевали в АТО, они должны быть первыми претендентами на налоговую, на милицию, на прокуратуру, на суды. Я не знаю, куда, в любое место. Потому что тот человек, который готов жизнь отдать за родину, он, ну по крайней мере, первые годы точно не будет... Обостренное чувство справедливости. Обостренное чувство справедливости. Он знает, как важно быть с людьми рядом и как важно на них опираться. Вот. И именно поэтому я говорю, что надо систему власти поменять. Это главный был социальный запрос. Это был главный тезис Майдана. Поменять систему взаимоотношений власти и людей. Ее все равно изменим. Мы все равно ее изменим. Потому что если эта команда ее не изменит, народ заставит другую команду ее поменять. Вот эту систему отношений. Я в этом абсолютно убежден. Уже в обществе произошли такие тектонические сдвиги, которые не позволят просто там, как обычно у нас бывает, сесть чиновнику в кресло и начать жить для своего удовольствия. Уже так не получится. Санна Анатольевич, возвращаясь в ваш округ, киевский район нашего города, очень часто встречаетесь с людьми. О чем говорят люди? Что их прежде всего сегодня беспокоит? И какие, возможно, запросы есть уже к вам, как будущему народному избраннику, пожелания? А может и претензии? Что болит? Ну претензий немного, если честно. Почему? Потому что, знаете, почему трудно моим конкурентам со мной бороться? На меня компромата нет. Просто нет. Уже бы нашли. Да, просто нет. И от людей особых претензий нет. Но совершенно очевидно, всех волнует вопрос войны и мира. Всех. Потому что это наши люди, это наши ресурсы, это вообще возможность развития. Всех волнует жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура города и как ее надо изменить. Всех волнует социальная защищенность, особенно людей пожилого возраста и людей, которые теряют работу, мало зарабатывают и так далее. Нам нужно развитие. Во всех сферах. Прежде всего в экономике, для того, чтобы у каждого был кусок хлеба с маслом и возможность себя реализовать, свои знания, умения и заработать. Я поэтому говорю, что нашим людям вообще не надо мешать. Государство, как главный регулятор, должно создать все возможности, чтобы Сергей Борчук, Александр Остапенко мог заработать сам. Накормить себя, свою семью, там может еще кому-то работу дать. То есть дайте возможности. У нас столько талантов, что это обязательно случится. Только не мешайте. И вот именно поэтому я все буду делать, для того, чтобы таких возможностей предоставить. Я понимаю, что главная проблема коррупция. Ее надо просто понизить до минимума. Надо все делать для того, чтобы... Вот знаете, мы объявились мнением, я это сравниваю с зараженными глистами тела. Вот наша Украина просто заражена вот этим всем. И они не хотят уходить. Их надо просто вытравить. Вот просто вытравить. Почему? Потому что если это не сделать, организм умрет. Просто умрет. Владимир Владимирович, вы говорите о коррупции. Мы понимаем, есть разные виды коррупции. Социальная, экономическая. Оно, прежде всего, на первом плане политическая. Абсолютно верно. Я к чему поднимаю тему политической коррупции? Потому что, на мой взгляд, сегодня мажоритарка, это выборы по мажоритарке, это не только рудимент еще некой такой предыдущей системы. Это то, что эту самую политическую коррупцию порождает. Открытые партийные списки, да, понимаю. Потому что не секрет, вы это можете подтвердить. Сегодня, в том числе, мажоритарные круга продают. В том числе и бывшим коммунистам, и бывшим регионалам. Вы, мажоритарщик, сторонник какого избирательного процесса? Я вообще, где-то, наверное, год назад написал большую статью и сказал, что мажоритарная система, это порог избирательной системы. Я за пропорциональную систему, где бы политические силы несли политическую ответственность. Но мало того, я считаю, что каждая политическая сила должна быть представлена в регионе людьми, которых знают, и по которым голосуют по открытым спискам региональным. То есть, ну, знает, что Остапенко там был когда-то во фронте измен, теперь народный фронт. И он что-то там делал. Далеко бы от фронта сбежали. Да, что-то делал для города Одессы и для людей. Имеет какой-то политический авторитет. И именно он должен возглавить региональный список. И тогда будет понятно, да, кто эти люди, какие эти люди, эти списки. Это все можно посмотреть и увидеть. И где больше наберут, вот в Одессе больше доверяют там Остапенко и Народному фронту, который с ним там составляет, больше проголосуют за него. А где-то меньше, меньше проголосуют. Все честно и прозрачно. И не надо бегать с гречкой, не надо там ставить скамеечки и детские площадки. Надувать шарики, да, которые в лапшу превращаются. Это все извращенное сознание. И это как раз и есть политическая коррупция. Объясните мне. Я, может быть, и понимаю, да понимаю, конечно же, нашим телезрителям. Как говорят по-украински, щири, сумли, не люты, да, приходят в парламент. Как правило, по крайней мере, часть из них действительно таковыми являются. И в этот раз пройдут и некоторые командиры батальонов, которые покрыли себя уже славой, да, и честь ими хвала за это. Но через год многие из них, я не хочу сказать, что они меняются. Нет, меняются. Меняются таким образом, что через год они снова хотят на очередной срок переизбраться. То есть некое такое, знаете, искусство ради искусства, политического. Почему такая метаморфоза в этой Верховной Раде под этим куполом происходит? Это действительно какое-то, извините, сатанинское место, где там все вот нахапались, чего-то надышались, и вот все, мы хотим снова быть депутатами. Потому что наша Верховная Рада никогда не была, никогда по сути, не была Верховным Советом, который представлял интересы всего народа Украины. Это был такой, и есть до сих пор, такой закрытый акционерный клуб, где там решаются коммерческие вопросы, лоббируются те и иные законы, но не для народа Украины, а для того, чтобы там какая-то конкретная фирма развивалась и там процветала. И от этого надо уйти. Понимаете, надо уйти от того, чтобы политические партии зависели от олигархов. Они должны зависеть от людей, которые их составляют, и интересы, которых они отражают. Надо уйти от чиновников и олигархов в парламенте, которые туда идут для того, чтобы защитить свой бизнес, себя и так далее. Надо прийти к нормальной вообще политической системе, как таковой. У нас ее просто нет в стране, до сих пор нет. Надо уйти от лидерских партий, от много чего надо уйти. Я именно поэтому говорю, что надо изменить очень многое. Это большая работа. Большая работа. Ее должны делать честные люди. Я уверен, что в Украине просто есть потребность на честную политику и честных политиков. У нас есть огромная потребность по государственным деятелям, а не политикам даже. Вот, дождался, сказали. Самое главное, наверное, в этой беседе. Спасибо огромное. Я почему-то думаю, и, наверное, даже вам бы советовал появиться в этой студии еще один раз хотя бы, уже действительно на финише этой избирательной кампании, потому что уверен, что-то, какие-то слова вы еще не досказали своим избирателям. И они у вас обязательно появятся накануне 26 октября. Спасибо огромное. Я напомню телезрителям, что гостем нашей программы был Александр Анатольевич Остапенко, кандидат Народной депутаты Украины от Народного фронта по Киевскому району. Человек, который никогда не задавался. Он не привык просто этого делать. Вы все видели и слышали сами. Спасибо, что были с нами. Видимся на нашем канале. Удачи вам и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok